Здравствуйте! Как обычно, к концу недели о происшествиях, расследуемых преступлениях, а также о проводимых профилактических акциях и мероприятиях. В 9-м часу вечера 28 апреля на улице Октябрьской был насмерть сбит пешеход. Мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В дождливую пасмурную погоду участники дорожного движения должны быть особенно аккуратны и осторожны, ведь риск аварии возрастает в разы в плохую погоду. Этого не учил 40-летний солигарчанин. Мужчина, управляя автомашиной Ауди, при проезде регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора совершил наезд на одного из двоих пешеходов, как раз вышедших на проезжую часть. В результате наезда пешеход погиб на месте. Водитель заключен под стражу. В Легорском районном деле Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Лицо, подозревая в совершении указанного преступления, задержано. Настоящими в своем участии проводятся следственные действия. Допрашиваются свидетели, очевидцы произошедшего. Истребуется информация и данные средств видеозаписи, установленных в районе места происшествия. Назначены и проводится ряд судебных экспертиз. Госавтоинспекторы постоянно напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения всеми его участниками. Но, несмотря на это, в Солигорске продолжают происходить аварии. С участием пешеходов их уже две. Большая часть аварий произошла с участием водителей, имеющих стаж вождения, от одного до пяти лет. Чаще всего попадали в аварии люди в возрасте 20-25 лет. С начала года в районе зафиксировано и более 3,5 тысяч административных правонарушений на дорогах. Из них порядка 700 допустили пешеходы и велосипедисты. Около 200 человек задержаны за управление транспортом. Не имея на то прав, более 150 водителей нарушали скоростные режимы. Около сотни садились нетрезвыми за руль. Ночные шумные посиделки в одной из многоэтажек по улице Ковалева привели к ножевому ранению. Один из жильцов подъезда пришел к шумной компании сделать замечание и получил удар ножом. Компания из четырех человек своим отдыхом мешала с вечера и всю ночь. Примерно около шести утра в очередной раз житель подъезда пошел успокоить соседей. Рану 24-летнему солигорчанину нанес один из гостей в состоянии алкогольного опьянения в межквартирном коридоре. Все это случилось в ходе драки. Причем, как выяснилось, сам владелец квартиры в потасовке не участвовал и даже не выходил из квартиры. Нож гости спрятали, но он был найден сотрудниками следственной оперативной группы при осмотре места происшествия. Потерпевший с телесными повреждениями был доставлен в учреждение здравоохранения Солигорской ЦРБ, где ему была оказана коалифицированная помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. По подозрению в совершении преступления задержан житель города Солигорска. В настоящее время в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 29 апреля 2017 года Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый в этом преступлении уже водворен в изолятор временного содержания. Это парень, 94-го года рождения, житель Солигорска, нигде не работает. В конце апреля уголовное дело по факту вымогательства денег было возбуждено в Солигорске. Часть 2 статьи 208 предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет. Трое жителей Солигорского района требовали 300 долларов у одного из солигорчан. Они были задержаны при очередной попытке вытрясти эту сумму у мужчины. По надуманным основаниям требовали у потерпевшего денежные средства, угрожая последнему случаю не выполнения их требований, применением насилия. А также на одном из этапов совершения преступления применили такое насилие, избив потерпевшего, в том числе с использованием предметов, используемых в качестве оружия. В последующем неоднократно на протяжении недели обвиняемые преследовали потерпевшего, всячески понуждали его к выплате денежных средств. И при совершении преступления были задержаны сотрудниками Главного управления по весу преступностью и коррупцией с сотрудниками «Алмаза». Следственные действия продолжаются. Идут поиски и других возможных жертв преступной троицы. Что же до самих обвиняемых, это трое местных жителей 70, 81 и 92 годов рождения. Двое уже имеют судимости за имущественное преступление. Объединила их жажда легкой наживы. Правда, почему они выбрали в роли своей жертвы обычного работягу, ни бизнесмена, ни имеющего дорогой недвижимости, неизвестно. Возможно, им казалось, что их угрозы подействуют на него. Вышло не так, как им хотелось. Мужчина сообщил в Управление по борьбе с организованной преступностью. И сроки, которые грозят всем троим, довольно серьезные. С 1 мая стартовала республиканская программа «Забота». И одним из первых мероприятий с 6 по 8 мая стало проведение специального комплексного мероприятия «Подросток». Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками других служб и подразделения отдела внутренних дел проводят мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в подростковой среде. Это и отработки мест неорганизованного отдыха подростков, бесцельно проводящих время, проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции, и рейды в местах массового отдыха. Такие мероприятия позволяют предупредить безнадзорность, правонарушения и преступления среди несовершеннолетних. Пользователь ВКонтакте Алина Модная обманула не один десяток человек. Будьте осторожны, совершая покупки в интернете. Сейчас сотрудники группы расследования преступлений в сфере высоких технологий ведут мероприятия по установлению реальной личности, скрывающейся под этим ником. В Солигорской милиции уже два заявления от девушек, заказавших одежду у этой модницы. Как сообщили сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Солигорского РОВД, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 209 «Мошенничество» и части 2 статьи 212 «Хищение путем использования компьютерной техники». Только, к примеру, за два дня мошенница совершила порядка 30 операций по переводу денег и заработала при этом более 900 рублей. Схему она применяет следующую. Своих жертв просят произвести оплату за вещь, закинув деньги на телефон. Сейчас есть такой сервис, который упрощает оплату периодических платежей. Для управления счетами и финансовыми услугами в нем необходим только номер мобильного телефона. И еще нужно знать специальный код. Так вот, эта Алина Модная вводила номер заказчика в этой сети. И с помощью кода злоумышленница уже имеет доступ к вашему мобильному счету. Номер одной из потерпевших мошенница использовала в качестве трафика. Его она указывала другим жертвам. Девушки переводили деньги в качестве оплаты, а уводила их уже совсем другая особа. Обогатилась злоумышленница неплохо. Совершая покупки в интернете, помните, у каждого индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей, даже и в интернете, должен быть свой расчетный счет. Обращайте на это внимание. Не переводите бездумно свои деньги в никуда. Как в никуда? Мошенникам. Вернуть-то их практически нереально. В конце апреля четыре года исполнилось со дня образования Государственного комитета судебных экспертиз, что изменилось с момента выделения экспертного отдела в отдельную структурную единицу. В Солигорском межрайонном отделе комитета государственных экспертиз по штату сегодня 31 сотрудник, 7 аттестованных, 24 гражданских. Сегодня проводится 7 видов криминалистических экспертиз, судебно-медицинских два вида и судебно-психиатрических, психологических комплексных тоже два вида, которые в Солигорском межрайонном отделе проводятся. Из них все эти виды экспертиз могут проводиться на платной основе по обращениям граждан. Практически все виды может любой гражданин обратиться, и мы проводим на платной основе. В частности, по осмотру автомобилей вот сегодня. Наиболее часто у нас проводятся из криминалистических, это тросологические и доксилоскопические экспертизы, а из судебно-медицинских – это экспертизы трупов и экспертизы физических лиц. И судебно-психиатрические, там по своей направленности они проводят. Ну, трудно сказать, какие самые сложные. Бывают объемные экспертизы, и даже та же самая токсилоскопическая экспертиза достаточно сложная бывает. Поэтому тут зависит все от количества поступивших материалов. Криминалистическими экспертизами в основном занимаются люди в форме. Гражданские лица проводят судебно-медицинские и психиатрические экспертизы. В коллективе сегодня основной костяк – опытные сотрудники, которые помогают обучению молодежи. В коллективе есть сотрудники достаточно опытные, есть сотрудники, проработавшие более 40 лет. Это Цивист Михаил Семенович, судебно-медицинский эксперт, начальник отдела судебно-медицинских экспертиз. Также криминалисты есть, которые проработали более 20 лет. И молодые сотрудники, которые в прошлом году пришли, пришли обучение, и уже сейчас некоторые проходят дальнейшее обучение, поэтапное обучение, так скажем. Потом будут поступать на работу в комитет. Среди тех, кто более 20 лет на службе, майор юстиции Владимир Скачков. Направленный вид его криминалистических экспертиз – дактилоскопия. Но каждый эксперт должен знать, как правильно искать и изымать все виды следов. Это очень важно при выезде на места происшествия. Ведь на эксперта надеются его коллеги по раскрытию преступлений, сотрудник уголовного розыска и следователь. Чем больше собрана доказательная база, тем быстрее будет установлен преступник. В целом эксперт-криминалист – достаточно сложная, но очень интересная профессия. Хотелось бы обратиться к выпускникам школ, которые оканчивают учебное заведение в этом году, чтобы, может, кто-то желает поступать, работать экспертом. Это надо поступать в Академию МВД поступают, на специальность судебная экспертиза. Если кто-то желает подробнее узнать об этой профессии, можно обращаться по адресу Солигорск-Козлова, 64, кабинет 313. Я подробно объясню полностью все, что надо по профессии. И кратко об обстановке в целом. За неделю в дежурную часть Солигорска поступило 293 сообщения о преступлениях – 22. По линии уголовного розыска возбуждено 13 дел, по линии наркоконтроля и экономических преступлений – по одному. На сегодня по всем категориям раскрыто 5. В районе за неделю скончались 9 человек, задержаны и 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В специзолятор были помещены 40 человек. В отдел милиции доставлены за различные административные правонарушения, а также по подозрению в совершении преступлений – 71 человек. Из них ранее судимы – 17. Эти сведения предоставлены нам оперативно-дежурной службой Солигорского отдела внутренних дел. На сегодня это все, но мы и дальше продолжаем следить за происходящим в регионе, узнавать для вас о происшествиях и расследуемых преступлениях, а также о проводимых профилактических акциях. Смотрите нас в эфире Солигорского телевизионного канала по пятницам и понедельникам. Также все выпуски «Место происшествия» вы легко найдете в интернете. Ждем ваших оценок и комментариев. До свидания.